чаще всего под пикировкой люди подразумевают пересадку растений в большую емкость но на самом деле пикировка бывает разный с прищипкой корней и без нее или просто перевалка растений в больший объем грунта неправильный выбор пикировки может попросту оставить вас совсем без рассады поэтому сегодня на канале антонов сад мы разберемся как пикировать самые популярные культуры на нашем участке сейчас мы разберем для чего вообще нужна пикировка и какая она бывает какие растения стоит пикировать а какие нет как и когда проводить пикировку разных культур а в конце я расскажу как подготовить универсальный грунт для пикировки и так давайте начнем с того что определимся что такое пикировка пикировка это пересадка сеянцев в больший объем грунта это возможно в нескольких вариантах первый из общей рассадной емкости мы с вами рассаживаем растения подцепляя их с небольшим комочком грунта и без повреждения корневой системы перемещаем в больший объем грунта второй вариант это пересадка растений когда мы не повреждаем корневую систему просто увеличиваем объем соответственно растения мы переваливаем это называется перевалка третий вариант когда растения мы с вами пересаживаем в больший объем грунта с прищипкой центрального корня на треть это называется пенцировка пикировка необходимо в том случае если вы посеяли в общий ящик растения пока у них только семидольные листочки им комфортно места хватает и запас питания из семени достаточен как только растения выпускают настоящие листочки им уже требуется больше питания и больше света они начинают тянуться к свету тем самым конкурируя между собой друг друга начинают затенять и вот для того чтобы не происходило конкуренции когда у нас листья растения уже смыкаются и конкурируют мы собственно и рассаживаем наши растения но даже если вы сразу посеяли растения в индивидуальные емкости это могут быть стаканчики небольшие торфяные таблетки или же кассеты то в любом случае со временем их понадобится рассаживать корни осваивают весь объем грунта и есть такие культуры как например петунии которые до времени высадки в грунт приходится переваливать в большей емкости два то и три раза также пикировка растений с прищипкой главного корня на треть необходимо томатом для того чтобы развивалась мочковатая корневая система вообще у томатов корень развивается по природе стержневой основной он уходит довольно вглубь для чего мы прищипываем вот смотрите если у вас на участке очень плотный грунт или же вы не можете обеспечить полив достаточно ровно и равномерно или же вы на участке бываете только раз в неделю или у вас очень жаркий южный регион и в этих случаях при главный корень мы не прищипываем чтобы томат легко мог добраться до воды если же обратная сторона у вас довольно легкие грунты вы можете обеспечить питанием и водой свои растения то прищипываем корень на треть и растение развивает мочковатую корневую систему ну и пикировка нам поможет если томаты и капуста у нас с вами вытянулись в рассадном периоде в этом случае после пикировки их можно будет заглубить до семидольных листочков остальные культуры заглублять нельзя пересаживаем их ровно на тот же уровень на котором они росли в предыдущем объеме грунта и обязательно обеспечьте растениям достаточное количество света иначе они так и будут тянуться у вас до источника света и мы с получим тонкие ослабленные растения с этих растений конечно же и урожай мы соберем соответствующий если же нет возможности дать достаточно света например ну не знаю на подоконнике у вас место закончилось или же у вас нет специальных ламп отсветить растения или же ламп не хватает на всю рассаду тогда берем с вами препарат атлет и обрабатываем им растения по инструкции атлет замедляет рост надземной массы но стимулирует развитие корневой системы растений а еще вы заметите что стебли растений становятся крепче и толще главное запомните препарат необходимо использовать строго по инструкции на упаковке подробно указано как обрабатывать разные культуры например если вы опрыскиваете томаты то необходимо первую обработку проводить в фазе 3-4 настоящих листьев не раньше и дальше повторите обработку дважды с разницей в неделю иначе мы с вами получим очень несуразные растения они интенсивно тронутся в рост полить же препаратом атлет необходимо только один раз потому что эффект от препарата в почве сохраняется дольше а теперь давайте пройдемся по пикировке разных культур вообще не переносят пикировку с травмированием корневой системы это огурцы и все тыквенные культуры можно конечно посеять их в небольшой рассадный стаканчик или кассету и дальше увеличивать объем грунта но стоит ли растение огурца у нас дома растет меньше месяца поэтому проще их сразу сеять в стаканчике объемом 0507 литра переносят перевалку и пикировку без повреждения корневой системы перцы и баклажаны делать ее необходимо в фазе 2-3 настоящих листочков но эти культуры лучше всего себя чувствует без перевалки пикировки на любом этапе и дают лучше и раньше урожай поэтому мой совет лучше сразу их посеете в стаканчике пол-литра земляника точно также очень плохо переносит пикировку и повреждения корневой системы можно сразу сеять их в торфяные таблетки или в отдельные кассеты и затем перевалкой пересаживать в другую емкость без повреждения корневой системы перевалку земляники в новый объем грунта делаем точно также в фазе двух-трех настоящих листочков лук в том числе порей exhibition другой лук он довольно хорошо неплохо переносит пикировку но все же стараемся при пересаживании растений меньше повреждать корневую систему капусту можно пикировать также в фазе настоящих двух-трех листьев но корешки ей не прищипываем зато вот заглубить ее до семидольных листочков очень даже можно петунию если вы посеяли ее в общую емкость в кассету допустим или просто в плошку с грунтом можно начинать пикировать когда растение начинают смыкаться между собой листьями не допускайте чтобы растения начали уже касаться друг друга аккуратно вынимаем с комом земли и пересаживаем в другую емкость если же петунии растут у вас в торфяных таблетках других индивидуальных емкостях то можно и подождать и распекировать рассаду петуний возрасте 4 5 настоящих листочков ну и наши короли пикировки томаты томаты переносят пикировку очень легко и практически не задерживаются в росте но затягивать все же не стоит и пересаживать растения стоит в фазе двух настоящих листочков вот мои томатики конечно уже давно стоило бы пересадить и как раз займусь этим сразу после того когда снимем ролик ну а прищипывать корень или нет решать вам о плюсах и минусах пенцировки я рассказала выше при пикировке заглубите сеянцы до семидольных листочков особенно если они у вас вытянулись у томатов потрясающая особенность наращивать корешки на любой части стебля и очень важный момент любую рассаду перед пикировкой за пару часов необходимо полить потому что растения если вы будете пересаживать их в сухом грунте слишком сильно будут травмировать свою корневую систему а так им будет более комфортно да и еще я еще не рассказала вам про универсальный грунт для пикировки рассады вы конечно можете купить универсальный грунт в магазине и добавить в него разрыхляющие материалы процентов 20-30 добавляем вермикулита перлита ну или хотя бы песка можно смешать верховой и низинный торф и добавить вермикулита соотношение 2 к 1 к 1 в этот же грунт лучше всего добавить комплексное минеральное удобрение по инструкции а еще лучше пролонгированное минеральное удобрение можно взять верховой нейтральный торф биогумус и вермикулит соотношение 2 к 1 к 1 но в этом составе грунта необходимо будут дальше сделать и подкормки и еще один вариант земля верховой нейтральный торф перегной и вермикулит соотношение 2 к 1 к 1 к 1 после пикировки важное правило на 2-3 дня рассаду нашу притянить а потом уже можно будет выносить на яркий солнечный подоконник или же ставить под лампы отдельно пикировки разных культур у нас есть подробное видео так что если вам необходим пошаговый мастер-класс загляните посмотрите а у меня на этом все жду ваших комментариев лайков и подписок с вами на канале антонов сад была екатерина пока пока